Контент-маркетинг — это нативный, ненавязчивый, полезный, но все-таки маркетинг. Чтобы читатели блога превращались в потенциальных и действующих клиентов, нужно использовать инструменты лидогенерации и продаж, иначе затраты на создание и дистрибуцию контента могут не окупиться. Давайте разберемся, какими способами можно получать лиды и продажи за счет авторского или корпоративного блога. Но сначала я напомню, что нашу команду очень мотивируют ваши лайки и комментарии под видео. Не забывайте про них, пожалуйста. А теперь вернемся к инструментам, и первый — это врезки и вставки. Врезки, рассказывающие о товаре или услуге, — довольно популярный способ повысить конверсию из читателей в клиенты. Чем релевантнее материал и предложенный продукт, тем лучше будет результат. Правда, есть проблема — постоянные читатели привыкают к одним и тем же рекламным вставкам, могут раздражаться, потому что они немного мешают потреблять контент. Выход — использовать, помимо врезок, ссылки на товары и услуги прямо в тексте. Кстати, перелинковка между статьями и коммерческими страницами полезна не только для роста лидов и продаж, но и для SEO-продвижения сайта, если вы понимаете, о чем я. Второй — попапы или всплывающие окна. Это тоже инструмент для увеличения переходов на страницы товаров и услуг, а также генерации лидов. Преимущество в том, что попапы можно гибко настроить под сайт и цели бизнеса. Например, показывать определенный креатив на конкретной странице, вызывать окно на отдельном участке текста при скроллинге, перекрывать контент только по прошествии определенного времени, а также показывать рекламу с учетом действий пользователя или, например, источника трафика, который определяется по UTM-меткам. Несмотря на то, что попапы больше всех раздражают, они увеличивают конверсию. Согласно исследованию сумма, самые эффективные всплывающие окна в среднем имеют CTR в районе 10%. Главное — не делать их с автору и воспроизведением и включением звука, обратным отсчетом времени, миганием и анимацией, невозможностью закрыть, а также необходимостью скроллить и т.п. Иначе вашу рекламу будут блокировать не только Adblock и подобные сервисы, но и сами браузеры, например, Google Chrome и Яндекс.Браузер. И вообще, лучше не борщите с конверсионными инструментами в целом. 3. Лид-формы. Можно не уводить пользователя на другую страницу, а тут же попробовать получить лид — контакты потенциального клиента. Лид-формы размещают по-разному — как врезку прямо в статье, в попапах, сбоку как баннер, в подвале и другое. Так как информационные статьи часто читает довольно прохладная аудитория, возможно, незнакомые с вашим предложением и без сформированного спроса. Гораздо лучше будут работать не призывы купить, а, например, подписаться на email-рассылку с полезной информацией, получить лид-магнит, электронную книгу, чек-лист или что-то еще, или записаться на бесплатную консультацию. 4. Баннеры. Они могут использоваться не только для монетизации через контекстную рекламу, но и для продвижения собственных товаров и услуг, а также получения лидов. Как и в случае с попапами, не стоит делать так, чтобы они мешали просмотру контента своим размером, ядовитыми цветами или анимацией. А расположение элементов может быть самым разным, как у лид-форм. Минус в том, что простые статические решения плохо кастомизируются, поэтому постоянная аудитория быстро привыкнет и появится та самая баннерная слепота. Следовательно, конверсия, скорее всего, будет снижаться. 5. Нативные статьи. В конце концов, можно писать статьи специально под товары и услуги, которые рассказывают, что за продукт, как им пользоваться, в каких случаях не подходят и т.д. Только не стоит надеяться, что они наберут много трафика и вовлечений. С большой вероятностью результат будет хуже, чем у обычного полезного материала, гайдочек, листа или подборки. Альтернатива отдельным нативным статьям — нативные разделы, например, в подборках. Допустим, вы продвигаете SaaS-сервис и размещаете в блоге обзор на похожие инструменты, в числе прочих упоминая свой. Главное — честно делать разборы. Не выставлять конкурентов в плохом свете, а свой продукт не представлять как идеальное решение. Такие материалы могут привлечь аудиторию, у которой уже сформирован спрос и есть потребности, но которые еще на этапе сравнения и выбора. Еще вариант нативной рекламы в блоге — это кейсы. Они хорошо демонстрируют экспертность и рассказывают о том, чем занимается компания. При этом очень востребованы у действующих и потенциальных клиентов. В отличие от простых нативных статей, кейсы могут собрать гораздо больше трафика, чем стандартные информационные. Вот и все. Как всегда, я надеюсь на ваши лайки и комментарии. Не болейте и до новых встреч!